Реакцию орловских автолюбителей на звуки спецсигналов проверяли по всей строгости ПДД. В пятничный день ревизорами на пути следования водителей стали спасатели и дорожные инспекторы. Нарушения в этом рейде были зафиксированы через пять минут после выезда. В список попало авто не менее габаритных размеров. Машина газовой службы. Сотрудники ехали на устранение аварии. Сирены экстренных служб просто не услышал. Такие доводы привел следующий нарушитель водитель легковушки. С женой разговаривал и пропустил сигнал, сигнализацию на пожарке. Ну я ведь пропустил сразу, просто опоздал чуть-чуть. При составлении протокола водитель еще долго настаивал на своей правоте. Мол, уступить же намеревался. Однако, несмотря на приведенные доводы, отделаться лишь предупреждением нарушителям не удалось. Санкция административная по данной статье предусмотрен штраф в размере 500 рублей кодексом по административным правонарушениям, либо лишение от месяца до трех месяцев. Составляя протоколы равнодушным к спецсигналу водителям, инспекторы устно напоминали, как нужно действовать в таких случаях. Должен заблаговременно включить указатель поворота и принять паровую полосу для движения. Не обязательно останавливаться, он может продолжить движение. Спасателям же и без таких преград, как непонимание водителей, добраться оперативно до места, где пострадавшие ждут помощи, крайне нелегко. Количество авто на Орловских дорогах с каждым годом все больше. Безусловно, становится все сложнее и сложнее добираться на место происшествия. Хотелось бы обратиться к жителям города Орла, Орловской области, просто обратиться с такой просьбой. Вот вы не помните, что может быть наша служба, если они реагируют, так же спешат к вашим родственникам и близким. Согласно строгим нормам, прибыть на место ЧП в городской черте огнеборцам нужно в течение 10 минут, в пригород максимум 20. В условиях такого непонимания от соседей по дороге спасатели подчас могут не успеть на помощь тем, кому она действительно нужна в эти роковые минуты. Ксения Туркова, Эдуард Чернаускас, телеканал Первый областной.